Вместо волос у медузы Гаргоны шевлящиеся змеи, все тело покрыто блестящей чешуей. У Гаргоны медные руки с острыми стальными когтями, крылья со сверкающим золотым оперением. От взгляда Гаргоны все живое превращается в камень. Гаргоны – это три сестры – Сфено, Эвреала и Медуза. Медуза, в отличие от старших сестер, существо смертное. В незапамятные времена сестры были морскими девами и обитали на Крайнем Западе. Медуза – наиболее известная из сестер Гаргон, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Но родилась она вовсе не страшным чудовищем, а прекрасной морской девой. Она была настолько привлекательной, что бог Марии Посейдон влюбился в нее. Девушка отвергла повелителя Марии. Но так как Посейдон был мужчиной, богом и по определению более сильной, чем любая женщина, он, недолго думая, просто изнасиловал Медузу. Причем на ступенях храма Афины, своей племянницы. Афина была вне себя от ярости и мало того, что превратила Медузу в крылатое чудовище, но еще и наделила ее ужасающей силой превращать в камень все живое своим взглядом, чтобы она не могла в дальнейшем развращать мужчин. В юности волосы Медузы были ее главной гордостью. Именно поэтому Афина превратила ее волосы в змеи. Бедная Медуза, имя которой переводится как «покровительница», «хранительница», была вынуждена скрывать от всех свой безобразный облик и перебралась на край земли, на затерянный отдаленный остров. Люди рассказывали друг другу страшные истории о жестокой и кровожадной Медузе Горгона. Все быстро позабыли о ее былой красоте и с нетерпением ждали, когда же явится герой, который избавит мир от отвратительной Медузы, под взглядом которой все живое становится камнем, ибо такова была воля Афины. Шли годы, но Афина не могла успокоиться, пока наконец не боился герой Персей, сын Зевса и Данаи, обронивший случайное обещание принести голову у Медузы. Афина сопроводила его на этот подвиг, предупредив, чтобы он не глядел на Медузу, а лишь на ее отражение, и подарила ему для этого отполированный до блеска щит. Персею помог и Гермес, вручив ему серп, которым можно было отрезать голову Медузы. Затем Персей раздобыл крылатые сандалии, черную шапку-невидимку и волшебную сумку для хранения отрезанной головы жертвы. Экипировавшись таким образом, Персей полетел в страну Гипербореев, где среди окаменевших изваяний людей и животных увидел спящую Медузу-Гаргону. Глядя в зеркальный щит на отражение Медузы, Персей одним взмахом руки, направленным Афиной, отрезал серпом голову несчастной делы. Но мало кто знал, что на тот момент Медуза была беременна, от Посейдона. Из ее тела появился Пегас, крылатый конь, и Хрисаур, великий воин. Голова Медузы и после ее смерти сохранила способность превращать в камень все живое. Когда бог врачевания Асклепий накопил в своем искусстве большой опыт, Афина дала ему кровь, вытекшую из жил Медузы-Гаргоны. Кровь, которая текла из левой части, несла смерть. Из правой части использовалась Асклепием для спасения людей. Подпишись на канал! Субтитры создавал DimaTorzok